Продолжение следует... Продолжение следует... Представление такое объяснение, что мантра Вахи Гуру – это мантра бесконечного блаженства. И считается, что повторяя эту мантру, мы движемся как раз по такому пути от тьмы к свету. То есть такой путь йога, выходим из тьмы к свету. Поэтому такая одна из самых важных мантр. От незнания невежества к знанию. Перевод «О прекрасен Господь». А от незнания к знанию – это ведь всегда нахождение своего пути. И мы все в массовой культуре знаем, например, слово «Дхарма» из сериалов. Помните, «Остаться в живых» была эта «Дхарма» таинственная. А ваш учитель как раз написал книжку с этим названием, посмотрел, Вахи Гуру. Алексей Муркулов, основатель Российской Федерации Учителей Кундалини. И его путь был как раз из тьмы к свету, из тьмы употребления наркотиков, бессилия, страха, как он пишет, к свободе и настоящему удовольствию. А расскажите, как вы вышли на совместный путь с Алексеем, или как он изменил ваш путь? По пути Дхармы. Да, ну вот можно сказать, что до какого-то момента, там до 30, наверное, лет, мой путь – это был такой, знаете, очень, ну скажем так, общепринятый, который пропагандируется, можно так сказать, или поддерживается нашим социумом. Ну, по крайней мере, тогда поддерживался, там, больше 10 лет назад. То есть, можно так сказать, что Дхарма заключалась в том, чтобы закончить школу, закончить какой-то там университет, выйти на работу, зарабатывать хорошие деньги, может быть, занять какую-то должность. Ну, там, для женщины важно выйти замуж, родить детей. И это твой, как бы, единственный, одобряемый сообществом путь. И при этом, ну, ничего плохого в этом нет, если человека это устраивает. Но часто бывает, что, ну, там, и университет, как мы знаем, например, не тот, который хотелось бы человеку, и профессия, может быть, какая-то не та, и работа не устраивает, и что-то ещё. И в итоге, ну, как бы, в жизни всё не так, как хотелось. Но как, может быть, по-другому, очень часто мы не знаем, да. Ну, то есть, вот у нас есть один какой-то шаблон, одно представление о жизни, и вот мы по нему идём, и не чувствуем себя счастливыми, и многие там давно забыли, что такое радость в жизни, удовольствие в жизни. Вот, и у меня примерно была такая же история, то есть я выполнила все вот эти обязательства, которые, ну, скажем так, одобрялись социумом, и где-то к 30 годам поняла, что, несмотря на то, что у меня есть всё, ну, казалось бы, всё, что нужно для счастья, счастливой при этом я себя не чувствовала, не ощущаю. То есть я абсолютно забыла, что такое, вообще какая-то вот эта лёгкость, беспричинная радость, какое-то удовольствие, ну, там я уже не говорю про счастье. Вот, и вот в этот момент, ну, может быть, тоже все помнят, был такой телеканал «Живи» много-много лет назад. На самом деле, огромное количество людей в регионах познакомились с кундалини-йогой благодаря этому каналу и Алексею Меркулову. И вот я когда-то точно так же, случайно-неслучайно, это неизвестно, пришла с работы и просто переключала каналы в таком, знаете, в таком отупении и бессилии от бесконечной работы. Вот, и наткнулась на этот канал «Живи» и шло как раз занятие с Алексеем. И я увидела и подумала, боже, какие сумасшедшие люди, это просто вообще люди делают, они поют какие-то странные мантры, делают какие-то странные движения, но при этом они улыбаются и вообще что-то странное происходит. Но тогда Алексей тоже сказал какие-то, ну, такие слова по поводу, я дословно не помню, но как бы такое по поводу того, что как можно, ну, жить по-другому, жить какой-то своей жизнью, и о том, что человек может менять свою судьбу, и более того, там, способен на это, есть силы, есть возможности, и кундалини-йога — это как такой инструмент, который может помочь любому человеку увидеть его путь, и не только увидеть, но и двигаться по этому пути, поддерживать на этом пути и помогать. И вот я начала заниматься тогда по телевизору, можно сказать, онлайн сейчас, да, в современный формат. И, ну, вот, после каждого занятия, пусть это даже было занятие через телевизор, я чувствовала действительно, как вот, ну, кундалини-йога работает быстро и эффективно через тело, через ум, и вот я чувствовала, как тело начинает расслабляться, ну, как что-то меняется в моём сознании, и вот потихонечку так втянулась в этот процесс. Ну, считается, что кундалини-йога работает таким образом, что вот эти вот паттерны нашего ума, паттерны сознания, какие-то такие, ну, закостенелые установки, да, которыми мы все наполнены, и по которым живём, кундалини-йога это может менять, менять вот это состояние нашего ума, и мы можем, ну, так, более широко взглянуть на эту жизнь и увидеть возможности. И вот, собственно, у меня так и получилось, я поняла, что не обязательно работать на нелюбимой работе, которая, может быть, приносит мне хороший доход, в чём-то приносит удовлетворение, там соответствует представлению, например, окружающих меня людей о том, какая должна быть работа, но совершенно не подходит мне, и вот на ней не обязательно работать, не обязательно себя мучить, можно жить как-то по-другому, можно чем-то ещё увлекаться, там, с какими-то другими людьми общаться. И вот с этого момента тоже как раз благодаря кундалини-йоге Алексею Меркулову вот начался мой другой путь, путь в йоге. Сейчас мы ещё про сущность кундалини и кундалини-йоги поговорим, закончим тхармой. Вот Википедия говорит, что это то, что удерживает или поддерживает, и также универсальный закон бытия, нравственные устои, религиозный долг. А как в сериале «Остаться в живых», как мы помним, там им нужно было какую-то странную кнопку нажимать каждый, сколько там, 108 минут, да. То есть, казалось бы, какое-то бессмысленное действие, тем не менее, они верили, что оно поддерживает их Вселенную от уничтожения. Соответственно, у вас, какая ваша тхарма сейчас, что вы должны поддерживать ежедневно? Это, например, 40-дневный марафон в Телеграме, где в 6 утра вы встаёте и на 15 минут людей вызываете на сеанс вот этого, того, что удерживает или поддерживает? Ну, может быть, можно и так сказать. Ну, наверное, вообще одно из таких ощущений и состояний, к которому я пришла постепенно, конечно, а не сразу же, тоже с практикой, это вот состояние благодарности. Можно сказать, что оно беспричинное, и как-то не очень понятно, откуда оно идёт, но точно так же, как иногда бывает, что человек полжизни проводит в состоянии как бы такой неудовлетворённости, недостаточности и страдания. И как бы можно так провести, да, а вот можно по-другому. И мне кажется, один, наверное, из таких важных моментов поддерживать себя в этом состоянии. И вот, кстати, да, 40-дневные в кундалини-йоге есть такие, ну, скажем так, как назвать это даже не знаю, ну, такие практики, вообще любую практику, любую медитацию, любой комплекс упражнений можно выполнять 40 дней, от 40 дней. И, то есть, в идеале каждый день, там, в одно и то же время, не пропуская ни одного дня, мы выполняем одну и ту же медитацию. Вот сейчас, да, тоже мы собираемся с людьми из разных стран, ой, из разных городов, но кто-то из других стран присоединяется. Вот, и каждый день выполняем эту практику. То есть ежедневно мы настраиваем свой ум. Желательно рано утром, да, чтобы на весь день хватило. Да, ну, идеально рано утром. Можно, конечно, делать в любое время. Это такой идеальный вариант, когда мы делаем это утром. Можно вечером выполнять, можно днём, если хотите. Важнее, наверное, знаете, такой момент, чтобы делать это каждый день. То есть каждый день в течение дня вы находите время только для себя, время для контакта со своей душой, со своим телом, вот действительно, знаете, как будто бы сверить компас, куда я иду в этом дне, куда я двигаюсь, что я поддерживаю в себе, что я взращиваю в себе, какие качества. Становлюсь я сострадательней каждый день или не становлюсь, что-то я там делаю для себя хорошее, поддерживаю или не делаю. Ну, то есть такая вот практика. И это такая достаточно, вот сейчас у нас достаточно активная медитация. 11 минут она длится всего лишь, ну, там, пока мы подключимся, настроимся. И вот так вот каждый день, по большому счёту, наверное, можно сказать, да, каждый день мы вот так вот сонастраиваемся, как бы сверяемся со своим путём, с направлением, туда ли мы идём. Это медитация, короткая, да, и одновременно, как вы пишете, каждый день нужно добавлять новую хорошую привычку и избавляться от старой плохой, чтобы привычка, видимо, стала судьбой. А как долго вот этот процесс, 40 дней, видимо, хватает, да, чтобы выстроить новые привычки? Как мне часто говорили психологи здесь, действительно. Ну, немножко есть разные тоже на сей счёт мнения, но вот в кундалини-йоге есть такое, да, понимание, что 40 дней, вообще, на самом деле, 40 дней это нужно даже не то, чтобы уже закрепилась, сформировалась новая привычка, а 40 дней это ещё растворяются, как бы старые паттерны. То есть это время на то, чтобы ослабло какая-то... Ну, тоже зависит от степени тяжести, наверное. Не, наверное, скорее всего, да. Но чтобы вот растворилось, ослабло воздействие какой-то привычки, какого-то старого паттерна, нужно 40 дней. А вот то, что мы ещё сами, самостоятельно... То есть сама по себе медитация так работает, что она... Вы её практикуете, и она потихонечку... Ну, тоже как бы вот... Как формируется привычка? Один из таких моментов. Это определённым образом тоже сцепленные, можно сказать, что нейроны как бы соединены в нашем головном мозге, и на шум всё время повторяет какой-то один и тот же паттерн, там, одно и то же... Выбирает что-то одно и то же. Даже если это что-то нам вредит, да? Ну, вот какая-то там зависимость, например. И медитация работает таким образом, что она немножечко расслабляет, ну, даёт возможность нейронам в головном мозге выстроить ещё одну. Ну, как бы расслабить старые вот эти вот связи. И появляется возможность выстроить новые. И, соответственно, мы можем уже... Мы видим другие возможности, другие пути, и можем как-то по-другому действовать, а не только, ну, как бы, тем способом, той привычкой, которой мы действовали раньше. Но мы ещё просто плюсом в наш марафон добавляем ещё просто вот сами от себя какую-то хорошую привычку, и каждый день её делаем. Например, можно там выбрать вот кто-то выбирает каждый день гулять по 40 минут. Да, тот, кто вот не гуляет, например, совсем. Или там отказывается. И отказываемся ещё от какой-то вредной привычки. У вас там в Телеграм в сообществе около 100 сейчас подписчиков. А сколько из них буквально это делают каждый день? И они там пишут? Ведь это у вас там не канал, а чат, поэтому можно всем писать. Да, можно писать. Сейчас у нас вообще в эту практику 26 человек. В этом марафоне. В этом марафоне, да. И вот 14 человек, сейчас уже 13, 13 человек присоединяются каждое утро и вот делают вместе со мной. Остальные несколько там человек, человек, наверное, 6 или 7, они делают в другое время, им просто неудобное время. Они делают самостоятельно, но тоже пишут о том, что они там проходят через какие-то сложности, трудности. Ну и смотрят на вас в записи, да, со сдвигом. Да, да. Я просто оставляю запись. Кстати, вот этот жанр называется на телевидении live to tape. Вот в нём мы и весь цикл этот пишем. Что это значит? Что мы записываем в режиме прямого эфира без монтажа интервью и просто показываем его чуть позже. Так все федеральные каналы в России работают. У них идёт прямой эфир на Сахалин, а потом каждый час они повторяют по орбитам 10 раз подряд, да, по регионам. Вот. И такой косой прямой эфир. И здесь тоже вот Telegram это позволяет делать, чтобы ваших сообщников собрать. У нас времени не так много остаётся. А вот про само понятие кундалини. Википедия говорит, что это как бы такая йоги-эзотерики энергия в основании позвоночника, а в переводе свёрнутый кольцом, свёрнутый в форме змеи. И, соответственно, кундалини-йога это практика, которая позволяет этой энергии подняться выше по разным. Расскажите чакрам, как вы это рассказываете для начинающих. Ну, да, вот такое вот такое объяснение, да, оно очень популярно, оно есть. И, ну, на самом деле, часто те люди, которые приходят, вот начинающие, которые приходят, и вообще многие люди знакомы именно с таким понятием кундалини, что это вот что-то такое, знаете, очень часто представляют, как будто бы это что-то такое магическое и мистическое, невероятное, действительно, и вот что-то должно такое тоже невероятное произойти. Ну, вот на самом деле все практики кундалини-йоги, которые вот, ну, которые я даю или там дают другие учителя, вот, они по большей части выстроены таким образом, ну, большинство, из них, это такая, знаете, подготовка тела, подготовка как бы подъема энергии, какого-то невероятного расширения сознания, чтобы он произошел постепенно, аккуратно, и чтобы человек мог интегрировать все вот эти открытия, все вот это изменение, представление о жизни, интегрировать спокойно в свою жизнь и нормально продолжать жить, потому что, ну, очень много, многие люди, например, пугаются такого, что, ну, вот так внезапно, там, от занятий у меня поднимется кундалини, или там, от какой-то практики у меня поднимется кундалини, и я сойду с ума. Вот, ну, конечно, если, как тоже говорят, ну, везде вот об этом во многих текстах говорится, что, конечно, если мы, ну, вот, считается, что мы все равно живем в плену иллюзий, в плену заблуждений нашего ума, и если мы вдруг неожиданно вся эта пелена уйдет, и мы все увидим все вещи такими, какие они есть, и увидим причинно-следственной связи такими, какие они есть, без искажений, к чему там ведут наши действия, к чему ведут наши мысли, то, конечно, можно сойти с ума. Ну, это действительно такой опыт очень сложный может оказаться для психики, и поэтому вот вся кундалини-йога, она так выстроена очень, ну, скажем так, как это сказать, с любовью к человеку. Это очень медленный подъем, да, а вершина большая, поэтому туда идти годами надо. Вершина большая, да, да, но опять-таки не сказать, что он медленный, но он такой очень постепенный, то есть это все равно и готовность тела, и готовность там нервной системы, и опять вот эта вот история про то, насколько жесткий, насколько ум застрял в каких-то жестких паттернах, то есть это все тоже постепенно происходит, поэтому ну вот не могу сказать, не могу сказать, у меня сколько лет я преподаю, не было такого, чтобы кто-то такой, знаете, вау там, понятно, что озарения какие-то есть, переживания какие-то невероятные есть, кайф, он никуда не делся, конечно, он есть, очень многие люди ради вот этого кайфа занимаются кундалини-йогой, но именно, что вот раз так и пробудилась кундалини, у меня такого не было, поэтому не стоит бояться, но иногда помогает также дополнительно путешествие буквальное, да, не только онлайн, но и саму Индию, вы периодически такие путешествия организовываете и по России, и в Индию, вот у вас планируется йога-тур в Осетию я посмотрел скоро на днях, да, а на Новый год в штате Керала в юридической клинике вместе с Алексеем Меркуловым, видимо, он организует, да, вы там тоже присоединяетесь. Расскажите, как такие путешествия, как вы пишете, избавляют от стресса и возвращают в жизнь и помогают обрести блаженство? Ну, да, путешествия, йога, конечно, это такое внутреннее путешествие, но так как мы с вами совершенно обычные люди, очень прекрасно работают, да, и, ну, обычные такие путешествия, когда мы перемещаем свое тело куда-то, и вот чем хороши, ну, это ведь не просто путешествия, это такие, можно назвать, ну, кто-то пишет йога-туры, кто-то на йога-ретриты даже, как он проходит, то есть на таких путешествиях, в таких путешествиях, в таких ретритах обычно, ну, проходит каждый день, ну, там минимум одно, ну, максимум три занятия кундалини-йогой, ну, если мы поговорим про наши ретриты, вот, и это такая, и представляете, это происходит каждый день, то есть это не так, вот, как в городе человек пришел два раза в неделю, отзанимался по часу, там по полтора часа, и ушел, а здесь, в каком-то вот йога-туре, в ретрите, ты находишься, как бы, в этой среде постоянно, то есть практики идут каждый день, как бы, имея такой накопительный эффект, и вот несколько раз в день, поэтому, конечно, на самом деле, очень часто такое бывает, что по завершении йога-тура люди говорят о том, что да, они, вот, они, как бы, поняли жизнь, они чувствуют вот этот вот кайф, вот это удовольствие от жизни, и потом вот это ощущение, вот этот опыт, который появился, как можно жить по-другому, как можно чувствовать себя по-другому, люди берут с собой, вот возвращаясь в такую обычную жизнь, и мне кажется, это очень круто, и такой, знаете, один из, ну, главных, может быть, эффектов, да, когда ты можешь не просто получить какой-то невероятный опыт, а потом непонятно, что с ним делать, а ты можешь получить опыт, как жить по-другому, как чувствовать по-другому, и взять его с собой, вот в свою жизнь, и начать менять свою жизнь, и вот йога-туры, они дают такую возможность, потому что такая происходит глубокая работа. Ну, это еще ведь будет в аэрведической клинике, поэтому, как у меня уже одна героиня рассказывала, там, например, специальная программа Панча Карма, глубокое очищение, то есть, очищение духа, плюс очищение организма, что очень важно. Сформулируйте за минуту нашу тему сегодняшнюю, как же создать йога-студию, и как кундалини может изменить вашу жизнь, как основательницы студии, и тех, кто к вам приходит? Мне кажется, теперь уже у меня была йога-студия, и мне кажется, что создать йога-студию, в общем-то, ну, не сложно, берешь чиние и открываешь йога-студию. А что касается того, ну, как второй вопрос, как меняет жизнь? Как кундалини-йога может изменить вашу жизнь, как основательницы студии, и людей, кто к вам приходит? Если коротко сформулировать. Ну, на самом деле, может, кундалини-йога может поменять кардинальным образом жизни, тоже много примеров, ведь этому есть, можно увидеть, можно пообщаться с этими людьми, то есть люди меняют работу, меняют место жительства, меняют образ жизни полностью, меняют свое состояние. Вот. Ну, это, на самом деле, тоже во многом от человека зависит, насколько и что он хочет поменять, и насколько он готов меняться. изменения могут быть как большими, например, вот, да, какими-то глобальными, и вот, какими-то не очень большими, как, например, некоторые люди приходят в йога-студию и занимаются, ну, например, раз в неделю или два раза в неделю, и у них свои какие-то небольшие, но очень приятные изменения. Например, если у человека там болела голова и после занятий перестала, перестает болеть голова, или там были какие-то, болела спина, перестает болеть спина, или настроение было ужасным, а теперь ровное, спокойное настроение, ну, мне кажется, это огромная победа. Может быть, кому-то покажется, что это маленькое изменение, но вот для конкретно того человека это огромное изменение и возможность по-другому проживать свою жизнь. С нами сегодня была Наталья Мечкова, которая поможет найти вам ваш путь к удалении в йога-студию Дышать. Выгадочка Кум, Дышать, подчеркиваю, Наталья, спасибо, удачи вам. Спасибо. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Редактор субтитров А.Семкин